Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем восьмую главу первого послания апостола Павла Коринфянам. Восьмая глава начинает с собой целую серию глав, которые будут посвящены теме христианской свободы. И первое слово, которое употребляет апостол Павел, «идоложертвенное», является неологизмом, который изобрел апостол Павел, для того, чтобы описать ту реальность, которая возникла в первохристианских общинах. И вопрос о свободе в предыдущих главах трактовался применительно, например, к отношению между мужчиной и женщиной, к отношению безбрачия или аскезы, или вдовства. Здесь обретает новое значение, и речь идет о вкушении мяса. Дело в том, что в древнем мире любое вкушение мяса было связано с определенными ритуалами, потому что мясо разделывали на территории храма, его разделывал жрец, часть приносилась Богу, часть оставалась жрецам, и часть отдавалась тому, кто принес это мясо. И поэтому любое вкушение мяса, будь то у язычников, будь то иудеев, которые совершали свой особый ритуал для того, чтобы мясо было кошерным, любое вкушение мяса было ритуальным действом. И поэтому любая трапеза, которая совершалась совместным вкушением мяса, тоже имела это измерение. И поскольку любое мясо, которое покупалось на рынке, оно было приготовлено в языческих храмах, то для многих христиан это становится большой проблемой. И поэтому вопрос, который задают коринфины, он сугубо практический вопрос. Можно ли вкушать мясо, купленное на рынке? И здесь начинается разногласие. Потому что есть коринфины, которые давно уверовали и укреплены, и тверды в своей вере, и поэтому уверены в своей свободе, о том, что Христос их искупил от всех предписаний, они прекрасно знают, что идолы — это ничто, идолы не существуют. Именно поэтому, прежде всего, возникает вопрос о знании. И здесь апостол Павел остроумно обыгрывает, он приводит слова коринфин, «Мы знаем, у нас есть гнозис, у нас есть знание». Но апостол Павел говорит, что знание, оно суетно, потому что то знание, которое вы имеете, оно вас надмивает. Знание, лишенное любви, оно лишь становится источником гордыни. По-настоящему формирует личность, назидает, воспитывает любовь. Любовь, которая является заповедью Божией. «Кто любит Бога, тот знаем, того Бог знает». Употреблена форма пассивного залога, страдательного залога, который всегда указывает на действие Бога. «Тот, кто любит Бога, того Бог знает, тот знаем им». Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. «Ибо хотя и есть так называемые Боги или на небе, или на земле, так как есть много Богов и Господ много, но у вас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им». Здесь апостол Павел указывает на некую реальность люди, которые вступали в христианскую общину из вчерашнего языческого сословия и поэтому поклонялись множеству богов, начинают читать молитву «Шма Израэль», «Слушай, Израиль, Господь един», и они исповедуют свою веру в единого Бога и тем самым признают, что все божества, которым они поклонялись до этого, не существуют. Точно так же, как и пророк Иеремия, на которого здесь апостол Павел ссылается, говорит о том, что идолы действительно суетные, они не существуют, это ничто, и поэтому власть их тоже суетна, но тем не менее они оказывают влияние на людей, точно так же, как и ложные идеи, которые иногда посещают нашу голову, наш ум, они оказывают на нас влияние, и они властвуют над нами. Точно так же и идолы, они суетны, их не существует, но от этого они не становятся менее опасными. Шестой стих собой представляет, конечно, прекрасный гимн к крещению. Можно себе представить, что это ритмическая проза, потому что по-гречески это написано очень ритмической прозой. Эти слова повторялись с богослужением, может быть, хором, может быть, сопровождая какими-то жестами исповедания веры в то, что един Бог Отец и един Господь Иисус Христос, и мы в Нем. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощной, оскверняется. Апостол Павел говорит о неофитах, о людях, которые еще вчера были язычниками, и они прекрасно понимают, откуда происходит это мясо, которое вкушается на трапезах. И это мясо для них еще слишком сильно связано с воспоминанием об их прошлой жизни, о том, что это идоложертвенное мясо, и поэтому их совесть еще может быть не окрепшая, опять же, это с высоты гордыни тех, кто считает себя окрепшими. Совесть их немощна, поэтому эти слова можно заключить в кавычки. Совесть их оскверняется, совесть их нечиста. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Опять же, это слово «свобода» нужно взять в кавычки, потому что коринфяны надмиваются тем, что они чувствуют себя свободными, и именно так они понимают свою христианскую свободу, чтобы так называемая ваша свобода не стала соблазном для немощных, для неофитов. Апостол Павел возвращается к той мысли, что пища нас не приближает и не отдаляет от Бога, точно так же, как брак или безбрачие нас не приближает и не отдаляет от Бога само по себе, но нас приближает к Богу наше отношение к ближним. Мы делаем это с любовью, мы совершаем это бережно, заботясь, имея благое расположение к братьям или эгоистично. И тогда эта свобода становится соблазном. Замечательное слово, ключевое в Библии, оно означает некое препятствие на пути. И иногда этим словом означалась часть ловушки. Например, если вы устроили какую-то ловушку, западню, то есть камень, о которой человек или животное должен споткнуться, и потом он оказывается в яме. И поэтому здесь образ человека, который идет и видит на своем пути эту ловушку. Этот предмет, который говорит о том, что ты сейчас можешь оказаться в западне. И этот человек может либо споткнуться, либо наоборот застывает в каком-то ступоре и в оцепенении. И поэтому для того, чтобы эта ваша свобода, ваше понимание закона не было источником соблазна для других, то лучше этого мяса не вкушать. «Ибо если кто-то увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное». Потому что, быть может, для тебя действительно это мясо уже никак не ассоциируется с языческим культом, и в принципе это правильно, но другой человек может опять почувствовать, что он возвращается в свое языческое прошлое, поэтому вкушает это, как идоложертвенное. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Опять же здесь апостол Павел приводит ключевой аргумент. Он говорит о том, что мудрости века сего и вот этому суетному знанию, даже если оно псевдобогословское знание, противопоставляется действенная любовь, которая всегда связана с каким-то воспоминанием о кресте. Ради чего умер Христос? Христос умер для того, чтобы искупить, выкупить из рабства твоего брата, но вот ты по своей гордыне опять делаешь так, что твой брат оказывается в рабстве, и этот немощный брат может погибнуть. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Апостол Павел в качестве примера приводит свой образ жизни, и затем в последующих главах эта мысль получит дальнейшее развитие, и мы увидим, что действительно апостол Павел вкушает кошерную пищу с теми, кто вкушает кошерную пищу. С вчерашними язычниками он ест то мясо, которое едят они. Он стал всем для всех, для того, чтобы спасти хотя бы немногих. И поэтому он напоминает о том, что призвание христиан, которые уже утвердились в вере, заботятся о своих младших братьях, которые, может быть, еще не в такой степени окрепли и кажутся немощными. На портале Exeget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.